Поворот в демографической политике меняет китайское общество. Под нее сейчас подстраиваются системы здравоохранения, записи актов гражданского состояния. Детей в стране станет больше, а значит вырастет спрос и на соответствующие услуги. Агентство по найму нянь уже фиксирует рост цен. Напомню, с нового года все китайские семьи получили право на второго ребенка. Регистрация вместо разрешения. Еще одно новшество, вступившее в силу вместе с новым законом о планировании семьи. Теперь государство будет узнавать о своем новом гражданине уже по факту его рождения. Это очень удобно и экономит время и деньги. Раньше мы должны были собирать разные документы, чтобы получить разрешение на рождение ребенка. Иногда нужно было ехать за ними в родной город. Теперь все просто. Не просто врачам в женских консультациях и роддомах. Нагрузка на них растет и это только начало. Мы уже многое подготовили. Пополнили штат и добавили палаты. Многие матери, получившие право на второго ребенка, старше 35 лет, что осложняет ход беременности и родов. Мы провели курсы повышения квалификации для врачей. Открыли быстрый коридор для пациенток в критическом состоянии. Готовятся к наплыву клиентов и агентства по найму домработников. Спрос на нянь для новорожденных и так высокий. Месячная зарплата высококвалифицированной няни стартует от полутора тысяч долларов. Заказы распределены до мая. У меня на руках около 30 заказов. Большинство на нянь высокой квалификации. По прогнозам экспертов, в полной мере новая демографическая политика проявит себя в 2017 году. Сейчас в Китае ежегодно рождается около 17 миллионов детей. Вскоре этот показатель увеличится минимум на 3 миллиона. Вам имя Алексей Канн, CCTV.